Десят килограммов блесток и минимум 100 тысяч шкляных шаров елочные цацки ручной работы вырабляются на этой фабрице в Минске. В ассортименте больше за 400 дизайнов и святочных малюнков. Своими руками створаются и барельефные композиции. Так само цацки устарожит на египетской технице фьюзинг. Как работает фабрика елочных цацок, где створаются саправдную новогоднюю прихожость, увидела Наталья Кезик. Музычная карусель, шкляные космонавты и Деды Морозы – розных краин свету. В этих покоях казачную атмосферу створают тысячи эксклюзивных новогодних прихожений. В экспозиции цацки и агенчики – 72 краин свету. Все зависит от возраста. Если детишки, то этот экспонат – это однозначно самый лучший городок. Если люди постарше, конечно, у них глаз западает на советские игрушки, на советские экспонаты, чувство ностальгии прибирает до самой головы. За час основания музей елочных цацок побывал у многих белорусских и российских городах. На селетняя новогодняя свята экспозиция засталась в Минску. Экспозиция в Музее елочных цацок побудована по принципу лабиринта. Коллекция начинается с экспоната 19-го года. Вот, например, самый дорогий шар Звенского баля. Есть так само тут цацки, которые пригожили елки жихаров Америки, Африки, Австралии, Азии и даже Перу. Минавито с этого музея и начался бизнес Андрея Бегуна. Властную коллекцию пригожений он выпустил три года тому уже на своей фабрице елочных цацок. Сейчас тут работают 40 человек. Разом створяют не только елочные цацки, сувенирную продукцию и обовязковые символы Нового года. Не только елочные игрушки. У нас есть и подсвечники, и статуэтки, и Деда Мороза под елочку. Но, конечно же, наибольший объем в этом всем новогоднем пакете – это елочные игрушки. Ну, конечно же, каждый год мы делаем какой-то символ года. В этом году это свинка, ну и свинки в различных вариациях. Недавно маэстры освоили старожитную египетскую технику – фьюзинг. Небы мозаику избирают шкляные осколки, урозные узоры и фигурки. Затым отреманы малюнок запекают у специальной пешцы. Над вобразами працует дизайнер Полина Прохорчук. Снежинки, снеговики, звероняты – за год на папире она вымалевывая сотни эскизов будущих цацок. В сезон как-то стараемся около 25 новых дизайнов выполнять. Не все идет в тираж. Мастхэв – это анималистика, то есть это зверята. Мастхэв этого сезона у нас белорусский аист, буслик, да, и котик. Не знаю почему котик, конечно, свинка хорошо берется, мы сделали пяточка. Особливость вытворчести елочных шаров – ручная работа. На шкляных заготовках мастаки и декораторы выводят новогодние мотивы. Як минимум 400 видов цацок и сотни сюжетов. Побач по зуси меньшей техницею майстерстварай гипсовых героев. Их тут вырабляют с нуля. Деды морозы, снегурки, поветренные шары отремливаются довольно объемными и разом с тым вельми легкими. Да не все мои маленькие дети, которые вызывают все положительные эмоции. Особенно приятно их видеть где-нибудь на полках в магазинах. Или, знаете, бывает листаешь какую-нибудь социальную сеть. И у кого-нибудь, может даже незнакомого человека, видишь эту игрушку на елке, ну становится, знаете, даже приятно. Все лето на фабрице плануют выпустить рекордную колькость цацок – 150 тысяч. Найбольше популярные у покупников традиционные шкляные шары с новогодними мотивами. Такие цацки ручной работы упрыгоживают елки не только белорусов, а и жихоров России, Латвии и Литвы. Наталья Кезик, Андрей Христин и Александр Олешко. Агентство Телиновин. Минск.